Добрый день! В этом видео я хочу разобрать три темы. Первая, что же такое осознанность? Вторая тема, это обсудить стереотип осознанности. Кто такой человек осознанный, кто неосознанный? Почему допустим есть такой стереотип, что сварщик, который работает в Норильске, дядя Вася, он курит сигареты, пьет по выходным пиво. Он якобы неосознанный, а какой-либо духовный наставник, кто живет на Бали, кто 25 лет медитирует, занимается раскрытием чакр, он у нас осознанный. Этот стереотип, возможно, я сейчас повешу различные ярлыки, но это сейчас мое сугубо личное мнение и я хочу развить эту тему. И третий пункт, который я хочу в этом видео рассказать, это как повысить вообще осознанность? Давайте начнем с самого начала. Что же такое осознанность? Осознанность это большое определение и нет такого, вот это вот осознанный человек, это неосознанно, это как черно-белый фильтр, это как плохой, хороший, правильное, неправильное, черное, белое. То есть нельзя людей разделять на осознанное и неосознанное. Не бывает такого разделения. Это очень-очень тонкая такая грань. Также осознанность включает в себя такие важные моменты, как жить в настоящем времени. Не в прошлом, не в будущем. В будущем у нас в основном мечты, либо тревоги. В прошлом у нас тот багаж знаний, который у нас есть. Мы часто вспоминаем, а что было в школе, а что было в детстве, а что было вчера, кто нам что сказал. Мы на различные ситуации, которые произошли там день назад, либо полгода назад, мы на них реагируем, их прокручиваем в голове, различные мысли. Думаем, надо было поступить вот так вот. Эх, а если бы я знал то, что сейчас у нас доллар там 80 рублей, надо было брать его, когда он стоил 30 рублей. В общем, это все прошлое. И прошло, по сути, уже нет. Это просто есть багаж знаний, багаж опыта, который у нас был. Есть также будущее, про которое я говорил. Это наши мечты, либо тревоги. Ну, в принципе, мы любим фантазировать, мы любим мечтать. Через год я сделаю то-то, то-то, то-то. Через три месяца я поеду в отпуск, я закрою кредит, я пойду себе куплю какую-нибудь вещь. То есть люди очень часто живут в прошлом и будущем. И очень мало времени проводят в настоящем, здесь и сейчас. Вот в конкретный момент, в конкретную секунду не проживают именно этот момент. А вот прожитие этого момента, здесь сейчас находиться в этом моменте, это и есть осознанность. Также осознанность включает в себя такой пункт, как избавление от автопилота, избавление от программ и не жить по программам. Ну, допустим, мне нужно пойти в магазин, купить какой-то овощ, фрукты или там мясо или еще что-нибудь. Я иду в магазин, покупаю этот овощ. Я это все делаю на автопилоте, я не затрачиваю свою энергию. То есть это стандартный механизм, стандартный паттерн какой-то поведения, который мы все делаем. Либо когда вот про, опять же, про автопилот можно хорошую такую метафору привести, либо даже пример, когда мы едем на машине куда-то в дальнюю дорогу 4 часа. То есть первые 5 минут мы вовлечены в процессе, а остальные там уже 4 часа. Мы уже просто едем, мы рулим, смотрим на дорогу, мы уже не замечаем, как мы переключаем коробку передач, мы не замечаем, как мы на автопилоте уже перестраиваемся, включаем поворотники. Мы это все делаем на автопилоте. И эти программы, они у нас есть. И у нас их много. И наш организм, наш мозг привык жить и работать на автопилоте. Некоторые ученые говорят, что у нас в нашем мозге, там не знаю, порядка от 50 до 95 процентов всех выполняемых наших действий, мыслей, реакций, все основаны в основном на вот тут большое количество, на автопилоте, то есть на запрограммированных программах. Почему так происходит? Потому что на это тратится очень мало энергии. И наш мозг делает все, чтобы сохранить энергию, чтобы не вовлекаться в процесс, чтобы сделать это быстро, не замечая этого, какое-либо действие. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И вот осознанность, это не жить на автопилоте. Не поддаваться запрограммированному какому-либо действию, а осознавать то действие, которое вы делаете. Ну допустим, вот мыть посуду. Мыть посуду можно опять же, вот перед вами раковина грязная посуда, вы подходите мыть посуду и вы начинаете мыть. Вы берете тарелку, берете губку, начинаете ее протирать. И вы можете в двух быть моментах, в двух ситуациях, когда ваше внимание, все полностью, ваша концентрация именно на этом процессе. Это осознанный выбор, когда вы протираете эту тарелку, вы ее моете. Либо вы это опять же можете делать на автопилоте. И если бы привести такой пример, если бы мы осознанно приходили в магазин и выбирали продукты, которые мы хотим купить, здесь сейчас на это тратится очень большое количество энергии. И наш мозг, как я уже говорил, любит все делать так, чтобы были программы. Когда люди начинают повышать свою осознанность, изначально на это тратится большое количество энергии. Но потом мозг к этому привыкает. И мы учимся уже жить в моменте, мы уже учимся жить именно в настоящем и делать какое-либо действие и полностью быть вовлеченным в это действие. Также осознанность. Что такое осознанность? Это внимание. Это куда мы направляем свое внимание. Часто в жизни так бывает, что наше внимание расфокусировано. То там, то там, на работу, на школу, на детей, на жену, на отношения, на деньги, на различные сферы жизни, на хобби, на рыбалку. А если мы что-то делаем осознанно, наше внимание оно сконцентрировано. Это опять же пример, как можно мыть посуду, как можно выбирать продукты в магазине, как можно читать книгу. Можно читать книгу просто быстренько прочитал всю страницу, перевернул следующую, прочитал, перевернул следующую. Мы даже не понимаем, что там было написано. Если наша цель изначально просто прочитать книгу. Допустим, задали задание в школе, либо в институте, либо еще в каком-нибудь учебном заведении. Но когда мы начинаем в это вовлекаться, когда мы начинаем уже осознанно читать, это совершенно другое ощущение. Наш мозг работает уже совершенно по-другому. Это опять же есть пункт такой осознанности. Также про осознанность хотел сказать то, что про автопилот сказал, про внимание сказал, про жить настоящий сказал, еще большой такой пласт осознанности, это в принятии ситуации, что происходит в окружающем мире, именно принятие, потому что часто так бывает, какие-либо вещи нам либо нравятся, либо не нравятся, какие-либо события, люди, и мы часто закрываемся, если мы что-то увидели, так нам это не нравится, мы это не воспринимаем, нам это не интересно, мы сразу же туда внимание свое убираем либо что-то происходит в мире непонятное нам это неинтересно и мы в это не вовлекаемся и это опять же сейчас я говорю про неосознанность а осознанность это принимать все что есть что нас окружает и просто это принимать это неважно это хорошее либо плохое и тут же это касается чувств и эмоции различные чувства и эмоции мы все испытываем все люди нас по-разному реагируют и мы на них реагируем и на конкретные события в ситуации в жизни и некоторые люди они избегают этого если чего-то неинтересно так все тут стоп тут психологическая защита на это я не хочу это мне интересно это я не буду а вот осознанность подразумевает себя то то что принятие всего окружающего мира и внутреннего мира то есть работа над эмоциями и чувствами я сейчас говорю свои интерпретации как я понимаю что такое осознанность теперь давайте поговорим о том то что привел два примера есть сварщик дядя лася он работает на рильске он курит сигареты он выпивает пиво и почему то в обществе у нас есть такой стереотип то что сразу же такое клеймо сварщик дядя вася не осознанный есть другой допустим пример есть духовный наставник кто раскрывает чакры кто 15 или 20 лет медитируют кто ведет свои соцсети показывает то что там в соцсетях постоянно намастэ говорить доброе утро солнышки доброе утро лучики мои я во всех люблю безусловной любовью то что на все он реагирует все предпринимающие и вот этот он нам не знаю вегетарианте что очень много ярлыков по навешу я не хочу сейчас никого обидеть я просто привожу две такие крайности чтобы вы понимали о чем я говорю и есть такой в обществе стереотип то что этот человек именно осознанны и вот такой диссонанс как это получается то есть у нас в обществе есть такие критерии вот эти вот осознанные вот эти вот неосознанные я просто опять же сейчас приведу такой пример то что мы на боли в индонезии живем уже пять месяцев через три дня мы летим в россию и эти пять месяцев которые мы тут провели я очень много ходил на различные практики раскрывал чакры на дыхание на различные мастер-майнды различным духовным наставникам то есть я общался с теми людьми кто говорит что они осознанны и кто ведет такой образ жизни кто этому симпатизируют кто играет возможно некоторые в эту игру то что они ходят в этой одежде они там не знаю по соцсетям целый день медитируют 15 лет просидели где-нибудь в ашраме в индии занимаются раскрытием третьего глаза там я не знаю работают над собой различными с помощью практик и вот это вот у нас люди такой большой-большой пласт осознанных кто-то есть те люди которые допустим не знаю там менеджер допустим среднего звена который работает в м-видео где-нибудь в екатеринбурге а вот тут вот у нас неосознанные и тут есть такая вот градация такая вот пропасть тут осознанные тут неосознанные я просто на все это смотрю и мне интересно и иногда так бывает что в каждой стороне у каждого этого лагеря у каждого этого сообщества я вижу противоречия и я вижу то что некоторые осознанные люди принимают какие-либо поступки либо действия либо говорят какие-то слова опять же неосознанные тут наоборот бывает то что тот же менеджер среднего звена из екатеринбурга либо сварщик из новосибирска говорит какие-то глубокие мысли либо у него поступки либо действия либо ценности либо он проживает момент в настоящем и он стремится к осознанности у меня не поворачивается язык и возможно я не знаю лет пять назад я мог допустить то что я сам раньше корее всего я делил там людей на осознанных неосознанных если кого-то назвать неосознанным то это прям человека может вообще обидеть и это как самое такое когда человек весь в практиках когда человеку сказать то что он возможно не осознанное для него это мне кажется такое самое жесткое будет оскорбление то теперь естественно такого шаблона нет такого мышления нет и все люди допускают ошибки все люди делают стремятся там хорошим делам уже то опять же хорошим это понятие такое относительные у кого-то это больше получаса у кого-то это меньше получается но если мы вернемся в определение осознанности что у нас там было это жить без программ без автопилота это жить в настоящем это направлять свою энергию свое внимание на то действие которое он делает здесь и сейчас быть именно в моменте и часто так бывает и я вижу то что все люди с одной стороны в них есть и доля это как мужская и женская энергия и в доля осознанности и доля неосознанности в общем это все очень сильно перемешано и к чему вообще это видео я снимаю я сейчас говорю про то что не вешать эти ярлыки не надо говорить пытаться структурировать либо делить людей на осознанных правильных неправильных черных белых там и так далее это все немножко не то это все поверхностно это все без но это какая-то игра некоторые люди играют в осознанных некоторые люди не играют наоборот в осознанных и норм и у них все хорошо и это их путь их выбор нужно каждого принимать такого какой он есть без осуждения без критики давать ему право проявляться давать ему право быть такой как он есть с его ответственностью с его миром потому что опять же мы все живем не в одном мире а каждый из нас живет в том мире который он построил и если в его мире это окей это норма его ценности его поведение его слова его действия да все что угодно окей это норма все пусть она будет так кто я такой чтобы судить кто и такой чтобы что-то говорить и там осознанно неосознанно либо приводить какие-то примеры нужно просто принимать это все принимать всех такими какие они есть на самом деле принимать даже всех тех какими они хотят быть просто это принимать это мы сейчас говорили про осознанность и теперь вернемся к третьему вопросу а как же повысить осознанность повысить осознанность можно разными методами самый лучший который я знаю и на мой взгляд и по моему опыту который помогает именно повысить осознан, когда мы говорили про осознанность, мы говорили опять про такие пункты, как внимание, энергия, как жить настоящим, как именно быть в процессе, жить без автопилота, это медитация, и медитация помогает повысить ту самую осознанность, и мне кажется, нет такого предела, когда там, не знаю, через год, через пять лет, или там через 20 лет, там человек говорит, так, ну все, наконец-то я прокачался, я теперь осознанный на все 100%, дальше мне двигаться и расти к чему-либо уже не надо, у меня все есть, я все познал, я теперь осознанный, нет, это процесс на всю жизнь, это процесс никогда не остановится, это процесс очень-очень сложный на самом деле, и медитация Mindfulness, это дает такие техники, как йога, дыхание, медитации, они все повышают наше внимание к себе, повышают наша именно чувствительность, знание себя, восприятие окружающего мира и внутреннего мира, я надеюсь, понятно, о чем я говорю, и одна, как я уже сказал, их самых таких, как мне кажется, сильных и мощных техник для повышения осознанности, это медитация Mindfulness, и про эти техники, про плюсы, про минусы, про ошибки медитации, как медитировать, вы можете посмотреть на моем YouTube канале и принять для себя решение, медитировать вам, не медитировать, либо просто попробовать, и уже на своем опыте, уже дальше, потому что моя сейчас задача, опять же, не наговаривать вам, не убеждать вас в чем-либо, я хочу, чтобы вы просто на своем опыте поняли, что такое медитация, что такое осознанность, и как ее можно повысить, всем большое спасибо, я сейчас в этом видео делился своими мыслями, что у меня накопилось, что у меня было по поводу осознанности, что такое осознанно, неосознанно, как повысить осознанность, если у вас есть какие-либо вопросы, то пишите в комментариях, задавайте, буду на них отвечать, с вами был Сергей Ветищенко, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok